МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений Попов. Зоолог, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии Технопарка Якутия, соискатель лаборатории арахноэнтомологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, автор научных публикаций уровня Web of Science, ведёт блог на портале дневники ЯКТ под ником Polar2013. В своём блоге рассказывает простым языком о биологии, сфере научных интересов, паразитология, акарология, арахнология, энтомология и генетика. Всем добрый день. Меня зовут Евгений Попов. Я являюсь ведущим экспертом в Технопарке Якутии, лаборатории биотехнологии, и изучаю беспозвоночных животных в Янисхе по теме акарология. Акарология – это наука о клещах. Также я веду некоторые блоги на дневниках и хочу рассказать вам о беспозвоночных животных, которых в Якутии очень много, которых следует опасаться, и которые, наоборот, приносят нам пользу. И начну я, пожалуй, с своих любимых – это клещи. Клещи бывают разные, бывают полезные клещи, бывают опасные клещи. Клещей очень много видов. У нас в Якутии обитает порядка 300 видов. Из них наиболее опасен, как вы знаете, это так называемый таёжный клещ – Иксодус персуркатус. Он живёт в траве, и когда мы проходим возле травы, он цепляется коготками и пьёт нашу кровь. Всё бы это было не опасно, если бы клещ не переносил разные инфекции. Самое страшное из которых – это энцефалит, вирусный энцефалит или клещевой энцефалит, который вызывает поражение головного мозга и делает человека инвалида. Человек может стать парализован, может потерять функции высшей нервной деятельности. Это очень страшная инфекция, которая очень тяжело лечится. Раньше, согласно данным Роспотребнадзора, клещей в Якутии не было или были, но незначительно. То есть, если вспомнить данные 2011 года, было всего зафиксировано 23 случая встречи с клещом. Сейчас, в 2014 году, 300. Если посмотрим на этот график, он будет выглядеть в лесенку. Один клещ 10 лет назад, 10 клещей 9 лет назад и сейчас 300 клещей. Из них встречаются виды, формы, которые несут инфекцию. Почему это происходит? Это происходит, потому что, возможно, идет потепление климата. То есть, с каждым годом температура воздуха у нас становится выше, зима менее суровая и яйца клеща спокойно, способны пережить. Как, где живет лищ, как развивается? Изначально сам, понапившись кровью, она откладывает яйца. Яйца откладывают в почву и появляется личинка. Личинка похожа на свекомое, потому что ее имеет 6 ног, а у взрослого клеща 4. Личинка ищет, где бы попить кровь и находит, как он, сука, белку. Пьет кровь, и если эта белка или сурок заражены ансепролитом, она заражается и становится носителем. Это личинка. Затем она впадает в спячку, просыпается через год, пьет кровь, опять засыпает. И на третий год она может уже напасть на человека. Что делать, если человек укусил клещ? Во-первых, лучше не паниковать, найти это место. И специальной методикой делается что-то наподобие ласса, и клещ откручивается. Его нельзя раздавить, его нужно аккуратно открутить, используя нитку. Почему это важно? Потому что если вы раздавите, пытаясь вот так вытащить клеща, вся его слюная жидкость попадет вам в кровь, а там больше концентрация вируса. То есть вероятность заражения при раздавлении клеща возрастает значительно. Вот, вы открутили аккуратно клеща, фиксируете его обязательно, это очень важно, ставите его в какую-нибудь ампулу и относитесь к врачу. Врач делает диагностику клеща, есть у него какие-то патологии, инфекции, это очень быстро проходит, и начинается адекватное лечение, если клещ заражен энцефалитом. Вот, как еще избежать, да, не надо специально одеваться, то есть вот продаются энцефалитки, да, это очень эффективное средство, потому что клещ может долгое время, несколько часов ползать по коже человека и спать место, где бы ему выгрузить свой хоботок и попить кровь. Это может по часам, поэтому, когда вы приходите с леса, осматриваете тело, клеща любят мягкие ткани, за ушами, подмышками, на руках и пьют кровь. Также рекомендую проверять домашних животных, например, собак, которые гуляли с вами в тот период. И самое, конечно, эффективное средство – это вакцинация. Вакцинация работает на год и стоит, я не могу сказать точно, примерно полторы тысячи. Человек с активным иммунитетом будет наиболее максимально защищен от клещевого энцефалита. Бывают у нас заводятся клещи южные товарищи. Например, человек поехал с собакой отдыхать на Черной Аморе, возвращается, а на собаке сидит клещ, так называемый рипцефалус. Рипцефалус способен жить в квартире, ему нравится наша среда, наша экология, наша сухость, зимой особенно центральное отопление. Он заползет где-нибудь в расщелину, и там сидит, размножается, пьет кровь. Рипцефалус – переносчик более 100 инфекций. Это окопная лихорадка, омская лихорадка, различные лихорадки, у которых еще не придуманы названия, которые известны по одному, ну, с пустышком, шестышкам. Поэтому тоже мы можем подцепить себе вот эти вот страшные заболевания. Например, копаясь в огороде, вы можете заметить такого маленького красного яркого клеща. Может, кто-нибудь из вас видел? Это называется, так называемый тромбиды. Тромбиды не кусают человека, они выполняют хорошую роль. Они хищники, едят вредных клещей. Но и клещинки могут вызывать человеку сильнейшую аллергию. И к тому же из них делают очень сильный краситель, который не отстирывается. Если вы этого клеща раздевите на белой одежде, краситель не отстирывается порошком. Клещей много, клещики осмополиты. Помимо тех, кому мы видим, есть огромное количество клещей, которые есть, обитают по всему жиданому шару, и мы их просто не вымечаем. Те же самые пылевые клещи, которые обитают в пыли и являются сопрофитами. Они микроскопически считаются то, что в старой подушке 5-летней давности 30% массы – это мертвые клещи и фекалии мертвых клещей. Вот. От клещей невозможно избавиться, даже если вы сделаете максимальную генеральную уборку, всё протравите, используя корициды, средства по убийству клещей, это вам не поможет, потому что, выйдя на улицу, вернувшись домой, вы опять принесёте по любых клещей в себе в личное пространство. Чем опасны эти клещи? В принципе, они не опасны, они питаются мёртвой кожей, но у них есть так называемые очень сильные антитела – это P9, если не ошибаюсь. P9, они находятся в экскрементах. Клещи выделяют каловые массы, которые являются сильнейшими аллергенами. Вот. Астма, возможно, астма, и вот есть реакция на клещей. Были научные статьи, в которых публиковали то, что смертность, внезапная детская смертность вызвала как раз аллергическую реакцию на этих клещей. У 90% населения, когда мы спим, есть клещ, называется Дермадекс, он обитает у нас в коже, в этих вот луковицах волоса, в волосяных луковицах, напоминает гусеницу. И когда мы спим, он вылазит и ползает по нашим ресницам. Вообще, в Якутии где-то 300 миллионов лет назад в Палеозое у нас была Якутия затоплена водой, представлялась собой море. Вот, например, на этой окаменелости, мы сперва подумали, что это лист, лист какого-то доисторического папоротника. Мы в Германию отвезли на экспертизу и выяснилось, что это червь. Черви это тоже беспозвоночный, так называемый сабелит, это его часть. Он обитал в воде, и с помощью вот этой вот лопасти он фильтровал и вводил добычу. У нас обитали гигантские черви. Сейчас червей у нас не так много в Якутии, в основном подреждевые черви, нематоды. И есть, конечно же, паразитические черви, такие как бычий цепень, трихинелла, которые вызывают достаточно неприятные инфекции. Аскорида от немытых фруктов, овощей может заразиться. Есть у нас замечательный червь, это так называемый волосатик. Вы можете видеть, это длинный червь, который в простонародье называется конский волос. Нароминает миллиметровый волос коня, плавающий в воде и избивающийся, как змея. Этот червь интересен тем, что человеку, он на человека не нападает. Было поверье, что конский волос заходит человеку в пятку и съедает его изнутри. Это миф, это ложь. Червь нападает только на насекомых, например, на саранчу. Паразитирует в саранче, заставляет саранчу совершить самоубийство. Пораженный саранча прыгает в воду и умирает. А червь выходит из воды и размножается. Помимо этого, у нас существует ряд других интересных животных. В частности, это, например, пауки. Здесь у нас показан так называемый паук-крестовик. Наши пауки-крестовики достаточно маленькие, хотя встречаются крупные особи. Чем южнее, тем крестовики крупнее. Так, например, в Иркутске или даже в Владивостоке пауки-крестовики могут быть размером с грецкий орех. Чем опасен паук-крестовик? В принципе, ничем. Но он может прокусить кожу человека и достаточно больно выкусить. Помимо этого, у нас есть жуки, так называемые майки. Это большие черные жуки, которые появляются в майе, особенно название майка. Они появляются на подснежниках. И чем они опасны? В них содержатся очень сильные токсичные алкалоиды. Если вы возьмете эту червя, и случайно раздавите его, то у вас на коже появится химический ожог. Эти жуки очень интересны. Они являются паразитами пчел. Выползая на цветок, они откладывают яйца. Эти яйца из яиц будут появляться в мелкие личинки. И когда пчела садится, маленькие личинки нападают на пчелу и попадают в улей. Там они размножаются, поедая и яйца пчел, и мешая им. При этом ульи вымирают. Это очень большая проблема для пасечников. Какие же насекомые могут нам также навредить? Это, например, личинка стрекозы. Личинка стрекозы просто может достаточно больно, болезненно выкусить. А так, конечно, стрекозы очень полезны. Так как личинка стрекозы уничтожает личинок комаров в воде, взрослые стрекозы уничтожают комаров в открытом пространстве. Среди насекомых можно также отметить их значение как переносчиков гельминтов. У нас в каждом озере обитает так называемый прудовик. Это такая крупная улитка. И практически каждый прудовик является носителем сосальщика. Помимо этого у нас обитают губки. Наверное, мало кто знает, но в Куте есть губки. Так называемые пресноводные губки, бодяги. Они представляют собой слизистое образование на стебле растения. Бодяги очень полезны тем, что их можно использовать как средство от синяков, от растяжения связок. Просто прикладываете и помогает либо спиртовая настойка из них. Также можно рассказать о другом вреде. Например, сибирский как-то напряд, который уничтожает наши леса. Тысячи гектар могут быть съедены этой прожженной личинкой. Среди беспозвоночных также можно отметить и очень интересные животные. Например, это у нас домики ручейников. Ручейники – это так называемые икутские палочники. Они строят домики из ракушек, из палок, из коряк. И если вы смотрите на даем и видите, что палочка двигается, то, скорее всего, это палочник. А сама личинка имеет жевал и напоминает толстую некрасивую гусеницу. У нас также встречаются блохи, пши, другие паразиты животных. И встречаются редкие виды. Например, тот же самый парусник Аполлона, который находится у нас в статусе эндемика. И занесен в Красную книгу жужжилица Клуберта, которая занесена в Красную книгу. Поэтому изучать беспозвоночник – это очень интересно. Также у нас есть и многоножки, и русники скалопендров. Только в отличие от скалопендров, которые достигают 20 см, наши скалопендры имеют размер всего 2-3 см от силы. Также, говоря о паразитах, надо вспомнить о том, что летом у нас достают постоянно слепни. Нужно вспомнить о насекомых – это большие мухи с зелеными или красными глазами. Они кусаются достаточно больно. Если раньше слепни обитали в основном в Центральной Якутии, это было нормально, то сейчас слепней находят и на Крайнем Севере. Например, в Аннабарском Уусе. Это очень важно, потому что именно слепни способны вызывать беспокойство о линей. То есть слепни атакуют оленей, кусают их, пьют их нею кровь. Олени пострадают из-за этого, уменьшается удой, уменьшается мышечная масса. И со временем вот эти слепни тоже из-за глобального потепления начинают активнее атаковать. То же самое и с мошками. Если мошки раньше на Севере встречались достаточно не так часто, то сейчас мошки с глобальным потеплением климата агрессивнее атакуют Северную Уусу. Также это относится и к оводам. Оводы чем у нас опасны? Оводы способны откладывать личинок в кожу оленей, коней и даже человека. Как это происходит? Происходит двумя путями. Обычно самка овода ловит комара, откладывает на него яйца и отпускает комара. Комар летит, садится на человека. От тепла человеческого тела яйца падают с комара и выползает личинка. Личинка маленькая, незаметная, она ищет раночку. В эту ранку она заходит и начинает внедряться в покожную клетчатку, поедая плод человека или оленя. Там она достигает достаточно крупного размера, 2-3 см. Это достаточно большое насекомое. Ее нельзя вытащить, потому что у нее есть шипы, направленные обратным образом от кожи. И она развивается в течение нескольких месяцев. Она окупливается и из кожи вылетает красивый овод. Можно также рассказать о журчалках. Это мухи. Взрослые мухи никакого вреда не причиняют человеку. В принципе, и личинки тоже. Личинок, возможно, видят в грязных болотах, в источных водах. Обитают такие вот толстые личинки с длинными хвостами. Их называют крысками еще по-другому. Длина хвоста можно достигать 20 см, то есть достаточно крупные. Уникальная особенность тем, что они могут попасть в желудочно-кишечный тракт человека и жить какое-то время. Там они попадают дальше в кишечник и начинают выделять токсины, разрушающие стенки кишечника. То есть они способны жить внутри организма без кислорода, питаясь нашими какими-то переполупариваренными продуктами, находясь в кишечнике. Очень интересная особенность. Конечно, таких случаев достаточно мало в описанной литературе, но они встречаются. Ракообразные. В Вакутии есть ракообразные. Это, конечно, не раки, как в южной части, но у нас есть дафни, это планктонные организмы, циклопы, планктонные с одним глазом. Есть древние щитни. Щитни – это те организмы, которые появились до динозавров и занимают первое место, потому что они перестали эволюционировать. Это такое интересное ракообразное, у него 40 ног, есть хвост, мощный щиток такой обитает у нас, вот я видел на зеленом луге, у них красная, как у человека, кровь. Есть и интересные ракообразные, такие как пятиузки. Пятиузки – это не похоже на ракообразные, они напоминают крупного 8-сантиметрового червя с такими острыми коготками. И они селятся, паразитируют на человеке, на животных, таких как собаки, лисы, олени. И поселяются они в интересном месте, они поселяются в носоглотке. Конечно, у нас есть и другие полупаразиты, это, например, пиявки. Пиявки, конские пиявки и другие. Был раньше миф о том, что пиявки могут переносить разные страшные инфекции. Сейчас этот миф не оправдан, дело в том, что, как показывает исследование, тот же самый вирус гепатита в медицинской пиявке живет не очень долго. Там же он разрушается. Некоторые беспозначные играют очень важную роль. Те же самые дождливые черви разыгрывают почву. Нематоды участвуют в процессах получения удобрений для растений. Многие виды на ситомах можно использовать пищу. Те же самые, например, пчелы, осы, которые доставляют воск, прополис, мед. У нас, кстати, очень сильно развивается пасечное хозяйство. Некоторые клещи очень активно пожирают другие клещи, что является очень важным, чтобы биологически бороться с какими-то вредителями. У нас есть крупные жуки хищные, жужелицы или скалкуны. Может, вы видели, они летают на опушках леса. Очень яркие и красивые жуки с огромными челюстями. Они уничтожают огромное количество вредных личинок. Вообще говоря, беспозначных – это, конечно же, доминирующая форма на планете. То есть, если мы возьмем одних только насекомых, поставим на одну чашу, но все биоразнообразие людей, растений, микроорганизмы, то количество видов насекомых будет, условно, больше, чем всех основных в форме жизни. И даже по биомассе насекомые будут занимать первое место. Насекомые захватили все участки планеты, начиная от севера. Там обитают так называемые леднички. Это комарики, способные ходить по снегу. Насекомые встречаются в пещерах, насекомые, кроме моря, насекомые везде. А беспозначные – тем более. Ну, спасибо за внимание. У меня все. Был бы рад услышать от вас какие-то интересные вопросы. Вы уже упоминали о скорпионах, да? Да, кстати. В Акутии обитает очень интересная группа. Это не скорпионы, а лже-скорпионы. Это отряд, который посещается по всему миру, напоминает маленького двухмиллиметрового скорпиона без хвоста. Что-то наподобие краба, который бегает боком. Обитает везде. В человеческих жилищах, в частности, в старых книгах. Он очень любит селиться в каких-то чуланах, кладовках. И приносит очень полезную функцию. Это в том, что он пожирает вредных полевых клещей, как я говорил в начале лекции. И появление в доме у вас такого товарища, как ложный скорпион, его очень называют ложный книжный скорпион, потому что он предпочитает старые книги. Это, безусловно, очень благоприятный знак. Меня само очень интересует следующий вопрос. Я вот в мае собираюсь с друзьями на поездку на Алтай. И я слышала, что в этом сезоне, в этом месте очень много клещей. И вот хотелось бы узнать, можно ли самостоятельно извлечь клеща, если нет ближайшей доступности и экстренной помощи. В Алтайе действительно клещей очень много. Там не только обитает наш Таёжи, там, возможно, и другие клещи встречаются. Клещей, конечно, нужно срочно извлекать, как вы их заметите. Для этого нужно сделать из нитки очень тонкой, что-то наподобие ласу. И уснование там, где он только прицепляется к коже, аккуратно тянуть. Очень аккуратно, главное, его не разорвать и не разрушить. Вы аккуратно выкручиваете его. Когда увидите, что клещ вышел полностью, клеща никогда нельзя выкидывать. Вы берете этого клеща, не знаю, какую-нибудь емкость небольшую, там, контейнер для линз можно его запихать, можно куда-нибудь еще. Его обязательно нужно сохранить. Вот. Ну, и укус, конечно же, стоит обработать препаратом, например, зеленкой и йодом. Ну, также, конечно, рекомендуется перед выездом в такие вот природные какие-то зоны принять какое-то лекарство, например, некоторые рекомендуют прививку. Самый лучший способ – это привиться. Если нет возможности, то он рекомендует такие лекарственные препараты, как йод-антитрипин, который вызывает иммунитет, ну, повышает иммунитет и сопротивляемость организма именно к клещевым инфекциям. Но он работает не сразу и вызывает побочные эффекты, потому что содержит йод. То есть кому-то он не предназначен. Помимо энцефалита, потому что клещ может принесить и другие заболевания, то же самое болезнь лайма, да, боррелиоза. Это патология бактериальной природы, тоже достаточно неприятная болезнь. И многие болезни клещей, они еще не открыты. Говорят, что в Якутии было нашествие шелкопряда. Какие последствия были после этого нашествия? Это правда. В Якутии было огромное количество нашествий шелкопряда. Шелкопряды разные. Есть вот в Китае свой шелкопряд, у нас свой, называется «Сибирский коконопряд». Он, правда, делает вот такие вот свои коконы из шелка, но шелк не очень качественный. Гусеница – это достаточно крупная бабочка, она по-своему даже красивая, напоминает даже летающую мышь, такая вот серая, очень, с большим брюшком. Но она откладывает личинки на хвойные растения, на лиственницу. Личинки очень прожорные, и за один сезон они производят деполеризацию листьев. Они съедают все листья растения, растения остаются без листьев, не могут фотосинтезировать, и на многие гектары мы видим мертвый лес. Очень сложно с ними бороться, но единственная вот особенность – у них цикличная популяция. То есть идет резкая вспышка, нашествие шелкопряда, лес погибает, потом они исчезают. Но на самом деле они есть, но их популяция очень низкая. И потом, спустя определенное время, определенный цикл, я, к сожалению, не смогу сказать, что это за цикл, популяция опять идет вспышка, опять они на какую-то территорию нападают, поедают все на своем пути и уменьшается. Методы борьбы были разные, кто-то распылял различные инсентициды, которые убивали. Были придуманы биологические методы борьбы, например, тот же наездник, он может в гусениц откладывать свои личинки и пожирать их внутри, тем самым контролировать численность. Там были и методы с помощью вирусов уничтожать. Вот, совокупность этого метода я рекомендую использовать биологический, когда наездник убивает свою жертву. Это наиболее экологически чистый, без применения пестицидов. Способ борьбы. Как сейчас обстоит дело с этими лесами, которые поел этот шелкопряд? Так называемая идет биологическая суксессия. То есть сперва идут мертвые леса, заселяют лишайники, потом через 20-30 лет мельхи, потом через 50 лет появится трава, потом через 100 лет уже опять леса становится. Идеологическая суксессия. А так леса, конечно, стоят, мертвые деревья. Где были шелкопряды, там уже растут очень хорошо, благоприятно. Смородина, земляника. Какие еще насекомые могут помочь для почвы? У нас в Лакоте очень популярен, очень часто встречается, они популярен. Жук-мертвоед. Это типичный жук, которого можно встретить везде. Мертвоед, он прям позволяет быстрее гнить и улучшает почву. Некоторые насекомые, не только насекомые, вообще беспозвоночные, помимо червей, это многоножки, это черви-нематоды. Они обогащают почву, значительно сильно отдают ей свою микрофлору и тем самым почвы становятся значительно более плодородными. Насчет шелкопрядов, они же это поедают в желез, и после него уже остаются пустошь. А там же благоприятно растет земляника, смородина, ягоды. Почему? Потому что растения погибают, хвоя падает, и больше солнечных лучей попадает на эту пустошь. Это благоприятный факт для развития растений. То есть у растений же есть конкуренция. Если растение выросло, оно затеняет собой соседей. Меньше света, растение слабее, меньше продуктивности у них идет. И на пустырях, где образуется опушка, больше солнечной радиации, больше солнечного света, интенсивный патасинтез и лучше растить домой растения. Какой вид беспозвоночных в Якутии вы считаете самым опасным? Без сомнения, это клещ. Эксодус персуркатус, клещ таежный. Но помимо этого у нас встречается и тот же, например, солитер. Солитер вызывает страшные заболевания. Печень, его онкосфера достаточно крупная. И, например, человек, похожий на беременного, на самом деле у него находится эхинококос, огромная афина, и спасти кого-то достаточно сложно. У нас очень много гельминтов, которые тоже являются, даже тот же самый аскориды, та же самая аскориды, которая встречается по всему возимому шару, на немытых фруктах, овощах, она может вызвать печальные последствия. Были ли республики летальные исходы или случаи тяжкого вечия, укуса клеща? Да, безусловно. Клещи у нас являются переносчиками этих заболеваний, и эти заболевания, например, до 90-х годов практически не лечились. У нас даже встречались случаи витального исхода от тулеремии. А тулеремия – это тоже страшное верстное заболевание, и последний случай был. Конечно, клещ не виноват. Даже в Икутске самом мальчика укусило андатра, и мальчик, если не ошибаюсь, то ли он просто заболел, то ли с ним что-то хуже случилось. Ну, это произошло, как в центре города такое событие. Некоторое время назад появилась информация о том, что в реке Белю обнаружили плавающих из-подозвоночной веснянки. Что это за вид и о чем говорит их появление? Веснянки. Да, это очень интересно. Это прекрасные насекомые. Личинка веснянки напоминает личинку стрекозы. Маленькая, юркая личинка, она питается водными беспозвоночными, предпочитает жить в достаточно чистых водоемах, так как она очень сильно зависит от уровня кислорода. Веснянки предпочитают чистую, богатую кислородом воду. Сами взрослые насекомые живут недолго, даже не питаются, они в основном спариваются, умирают. Появление веснянок – это, соответственно, показатель чистоты водоема и о том, что водоем насыщен кислородом. Это очень хороший знак. Вот эти насекомые, которые строят домики и ручейники, называются видами биоиндикаторами. По наличию этих видов можно судить о качестве водоема. То есть, если в водоеме действительно обитает веснянка или паденка, то такой водоем, без сомнения, является относительно чистым и кислым. Например, встречаются, так называемые, мотыль – это красная личинка комара звонца. Вот такой водоем не такой чистый, а если встречаются такие черви, как трубочники, то такой водоем грязный однозначно, испорчен органикой. Поэтому по водным бестозвоночным можно делать заключение, выводы о чистоте водоема. Какие есть методы борьбы против комаров? На данный момент применяются различные воспылители на территории, которые с помощью своих химических, пистолетических запахов отпугивают, ну, как репелленты работают комаров. Другие пока более совершенные методы не разработаны. То есть, вот эти вот репелленты могут защищать территорию на какое-то непродолжительное время, сутки, двое суток. И, конечно, под воздействием того же самого дождя они смываются и теряют эту эффективность. Других методов практически не существует. Конечно, почему у нас так много комаров, да, в Икутии? Дело в том, что у нас в Икутии занимает одно из лидирующих мест по количеству болот, озер. Личинки комаров развиваются в воде. То есть, любая лужа, даже будь то это шина, да, брошенная на дороге, шина, заполненная водой, там спокойно будут развиваться личинки комаров, и из такой шины выйдет сотни комаров. У нас очень много вот таких вот источников, и они являются основной причиной появления комаров. Некоторые насекомые действительно едят комаров те же самые, например, личинки эстрикоз. Личинки хищных насекомых, хищные клещи водяные, они пожирают личинок комаров, но процент небольшой. То есть, все вот эти вот личинки съедят только процентов максимум 8-10 от всех личинок комаров. Больше всего личинок комаров убивает засуха. Лужа пересыхает, и все те личинки, которые были у комаров там, они, конечно же, погибают. Как отличить малярийного комара от обычного комара? Вдруг прилетит человек с малярией, и его укусит малярийный комар, и большая вероятность того, что у нас появятся настоящие малярийные комары? Хороший вопрос, но это очень маловероятно, потому что малярийные у нас бывают трех- и четырехдневные. После этого малярийный человек к нам уже не сможет прилететь. Вот, а если, допустим, такое случится, малярийный комар, когда кусает, он держит, приподнимая, приподнимая, приподнимая. Наш комарка кусает, у него брюшка находится примерно параллельно руке, да, который кусает, у малярийного комара идет большое поднятие брюшной части. Вот, только в этом плане можно включить. Вообще, малярийный комаров у нас, в принципе, они есть, да, но их мало. То есть это незначительная доля. Ну, если мы начали о комарах, то я должен, наверное, рассказать еще о некоторых интересных насекомых, например, клопы. Это отряд насекомых, их в природе 50 тысяч видов. Ну, что значит 50 тысяч видов? Всех позвоночных животных, птиц, рыб, рептилий, зверей, 40 тысяч видов. А тут одних клопов 50 тысяч видов. Клопы приносят нам большой вред в плане того, что клопы являются вредителями. Так называемый клоп-черепашка, он питается картофелем, смородиной, уничтожая большое количество. А другие клопы, например, пастельный клоп, является паразитом человека. Укусы его достаточно болезненны и неприятны. У нас, например, бывают случаи, когда человек снимает квартиру, просыпается, а в какой-то сыпи оказывается это клопы. Для этого можно интересно поставить ловушку, кому интересно. Можно взять кровать, на которой спит человек, поставить ножки кровати в емкость, в ведро с водой. И тогда человек будет спать, клопы пойдут его атаковать, но упадут в это ведро, и человек просыпается непокусом и смотрит в ведро, а там мертвые клопы, которые пытались его атаковать. Помимо этого клопы стрельбовывают те же самые водомерки, это у нас клопы. В водомерке-хищнике есть у нас так называемые водяные осы. Это клопы-гладыши, достаточно крупные, до сантиметра клопы, которые обладают очень болезненным укусом. Их укус сравним с укусом осы. Пальц при этом может даже как-то распухнуть. Сами гладыши умеют летать, перелетают с озера на озеро и могут даже атаковать малька. Есть мухи, которые кусаются, и почему они это делают? Это ведь не свойственно мухам. У мух так называемый мускоидный ротовой аппарат, он не предназначен для укуса. Но иногда в основном кусаются не совсем мухи, а слепни. Слепни, они похожи на мух, на настоящие или, например, оводы. У них видоизменен, и там есть не хоботок, там есть два стилета, в помощь которых они режут, как скальпиня на плоти. Это для них достаточно нормальное поведение. А мухи не кусаются? Просто я отличаюсь оводов, слепни друг от друга, и у нас очень была странная штука, потому что это реально было очень похоже на муху, черная такая штука, в общем. И некоторые из них не кусались, а другие кусались. То ли пытаться, чем то, что это такое. Путаться прям так не может превратить муху в лизающий ротовый аппарат кусающего существа. Скорее всего, это были какие-то редкие виды слепней, либо муху-журчалки из других семей, в которых видоизменен ротовой аппарат, и они могут прокусить кожу человека. А обычные домашние мухи не могут кусаться. Таких мифов очень много. Например, существует миф о том, что тараканы прыгают. Наш таракан не прыгает и не летает в трусак. О том, что попадая в ухо, например, таракан может съесть или барабанную перепонку, и добраться до мозга, и сожрать его. Или, например, это может сделать муравей. Это миф. Попал в ухо, таракан запаникует, будет пытаться выбраться обратно, но, скорее всего, ему будет это сложно сделать. Он будет усиками трогать барабанную перепонку, причиняя, конечно, очень сильный дискомфорт, боль. И потом, в принципе, он, скорее всего, выберется сам. Ну, либо его могут уже помочь медики. Самое страшное последствие такого вот визита таракана к нам в ухо, это в том, что таракан маленький, и он убротно. У нас же там серый, и все остальное. Таракан убирает, человек этого не замечает и ходит. Мертвый таракан начинает гнить, появляется плесень, и это уже вызывает заражение, собственно, барабанной перепонки, приводя к утрате и слуху. Вы говорили, в связи с глобальным потеплением увеличился рост популяции вредных беспозвоночных. Какие вы видите методы борьбы с ними именно в глобальном, масштабном? Во всех странах идут разные решения вот этой проблемы. Идут у нас не только вредные насекомые, на север подвигаются, но и полезные насекомые. Как бороться? Мировая общественность созидает разные концепции, разрабатываются методы. Но в основном все эти методы, это, конечно же, химические или механические. Увидеть, уничтожить, увидеть, уничтожить. Какой-то мониторинговой работы на данный момент у нас особо нет, не делается работа. Хотя, конечно же, нужно. Это большой глобальный процесс. Виды будут у нас меняться, южные виды к нам заходить в Икутск. Наши икутские виды будут дальше идти на север. И это, конечно, вызывает определенные экологические мини-катастрофы. Как бороться, на самом деле, пока трудно ответить. Возможно, применять какие-то биологические методы защиты. Это разведение, вот как делают, разведение хищных клещей специальных, чтобы они пожрали вредных клещей. У нас, например, встречается в Икутске, недавно появился паутиный клещ. Это маленький, похожий на паучка, клещ. Для человека не опасен, но для растений это очень страшный вид. Он делает паутину и убивает растения, выпивает соки. Можно завозить хищного клеща, который поедает паутиного клеща. Тем самым мы спасаем растения. Пока что вот такие вот методы, они разрабатываются, исследуются. Очень важно здесь сохранить хруппы и экологическое равновесие. Как поведет себя вот этот клещ хищный. Да, он съест вредного клеща, а может, что-то он еще будет сделать такое. Может, он будет не только клеща есть, а может, что-то еще. Например, в Австралии, всем узнаем, как полигон экологических исследований. Завезли жабу-агу. Слышали, да, жабу-ага? Это огромная жаба, почти 3 килограмма. Думаю, что она будет есть мышей и крыс. Ее завезли туда. Жаба перестала есть мышей и крыс. Она стала есть редких опоссумов в сумочках. Она стала есть крабов. Она научилась плавать в море. И съедать эндемиков, редких животных. А крыс она не круглится. И теперь жаба-ага, она размножилась. Там бесконечное количество. И это привело к такой вот экологической структуре. Беспозночные животные – это основа всей экологии планеты. И на них строится базис, на которой занимаются им высшие позвоночные. Беспозночные могут играть в роли агрессоров, клещей. Но в основном их роль – это созидательная. Сейчас в процессе глобального потеряния климата наблюдается смена сообществ. Южные виды продвигаются на север, северные – еще севернее. Наблюдается смена растительного покрова. Если у нас была тайга и тундра, сейчас у нас тайга наступает на тундру, а тундра исчезает. Все эти глобальные процессы надо понимать. И понимать то, что беспозночные – это же паразитические формы. Это не зло. Это тот важный компонент биосферы, без которого, в принципе, невозможно жить. Уничтожить комаров мы сильно повлияем на птиц, на рыб, потому что комары – та же самая термаловая база, огромное количество животных. У меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты